Это лид комьюнити компании Wargaming.net Юрий Курявый. Раз-раз меня слышно. Всем привет. Меня зовут Юрий Курявый, я руководитель отдела комьюнити. Мой доклад будет немного отличаться от всех предыдущих. Я расскажу о том, каким образом строится взаимодействие с игровым сообществом, как на этапах тестирования, так и на этапах после релиза. Специфика будет такова, что я знаю, как трепетно разработчики относятся к тому, каким образом воспринимаются аудитории их продукты. И я попытаюсь рассказать о том, с какими проблемами мы сталкивались. И рассмотрю это все на примере конкретной ситуации, для того, чтобы это было наглядно. Ну и также следует учитывать специфику, что придет речь о клиентских играх, а не о мобильных играх. Итак. Речь пойдет, опять-таки, если я характеризовать аудитории, методы работы с аудиторией на этапах тестирования и после релиза, то специфика заключается в том, что на этапе тестирования нам необходимо сформировать и начинать работу с таким активным ядром, которое будет помогать нам выполнять цели тестирования, которое будет помогать нам собирать баги и делать продукты все лучше и лучше. От этого строятся те механизмы, которые мы используем. Когда же проект выходит в релиз, то механизмы несколько видоизменяются, и наши задачи также видоизменяются. Нам необходимо работать с аудиторией для привлечения новой аудитории, для вовлечения более глубокого аудитории в проект и увеличения продолжительности жизни каждого игрока в проекте. Это проведение каких-то активностей, подготовка контента околоигрового и игрового, для того, чтобы игрок не чувствовал себя одиноко в игре и мог с легкостью преодолеть этот порог вхождения в сложные клиентские проекты со сложной игровой механикой. Речь пойдет сейчас о двух проектов компании Wargaming, которые уже находятся в стадии релиза World of Tanks уже довольно давно. Он довольно известен. World of Warplanes буквально месяц назад зарелизился. И коротко я обрисую, с каким количеством аудиторий нам приходится работать. Это 18,5 миллионов регистраций на RU-регионе. Это большая аудитория, которая оставляет очень серьезный отпечаток на тех схемах работы, механизмах работы и направлениях работы, которую мы выполняем. Ну и также интересная цифра о максимальном онлайне на всех серверах World of Tanks на RU-регионе. Это было 815 тысяч одновременно находящихся на наших серверах игроков. На самолетах цифра значительно меньше, но это связано с тем, что проект только недавно вышел в релиз. Исходя из этого, аудитории пока не так много. Основными площадками традиционно для всех проектов, для всех игр являются следующие. Это порталы, форумы, социальные сети, видеоконтент. Ну и специфические, которые зависят от того, насколько игра популярна, насколько большая аудитория вовлечена в этот проект. Это фан-ресурсы и фан-контент, который генерируют сами пользователи. Я кратко характеризую те особенности этих площадок. На примере World of Tanks основной площадкой является портал. Портал это, грубо говоря, лицо проекта. Лицо проекта, по которому игроки будут судить об игре. Поэтому это накладывает определенные отпечатки на ту информацию, которая там публикуется. Она должна быть очень четко выверенной и в таком сжатом и очень компактном виде предоставленной игроку, без углубления в какие-то сложные технические детали, поскольку это усложняет восприятие людьми, особенно в проектах с сложной игровой механикой. И это также накладывает отпечаток на механизмы работы с комьюнити. Мы не можем, часть информации, которую мы не можем в такой более произвольной форме предоставить людям на портале, мы вынуждены искать другие площадки для того, чтобы построить там работу с нашей аудиторией. Такой площадкой является форум. Форум это, грубо говоря, мозг проекта, потому что там зарождается основное обсуждение, в отличие от социальных сетей, это обсуждение действительно конструктивное. Там можно обсуждать сложные элементы игровой механики, какие-то детали уже не с массовой аудиторией, а с теми пользователями, которых тоже большое количество, но которые заинтересованы в этом и хотят получить больше информации, чем основная масса. Социальные сети – это такой элемент, который отличается от форума тем, что он удобен для такой мобилизации людей, для быстрого донесения информации о них, о проходящем стриме, о каком-то ивенте и так далее. Однако конструктивное обсуждение, как правило, довольно затруднительно в силу разных причин. Очень важный элемент в работе с сообществом – выполняет видеоконтент и стрим, прямые трансляции, поскольку видеоконтент традиционно гораздо проще воспринимается аудиторией, если есть возможность, какую-либо мысль, которую есть, желание донести после релиза до людей, желательно использовать видеоконтент, потому что он не обременяет людей необходимостью что-либо читать и позволяет достучаться до максимально широкого количества людей. И фан-ресурсы, фан-контент он стал выполнять для проекта World of Tanks и World of Warplanes сейчас огромную роль, поскольку большая армия поклонников и фанатов игры заинтересована и очень глубоко вовлечена в те процессы, которые происходят в игре, и генерирует просто безумно огромное количество как видео, картинок, комиксов, так и полезной информации о деталях игровой механики, которые мы с удовольствием делимся с этими людьми для того, чтобы они помогали нам выполнять нашу работу, они помогали доносить до людей информацию, помогали преодолевать этот порог вхождения для новых пользователей, которые с трудом на начальном этапе осваивают те элементы игровой механики, которые представлены в игре. И это тоже очень важный элемент, над которым мы активно работаем сейчас. Традиционно в таких более мелких проектах данную работу по всем направлениям, абсолютно на всех площадках выполняют мобильные команды из 5 до 20 человек. Это очень удобно, эта команда мобильна, она может координировать свою работу очень просто в рамках этой команды, однако та проблема, с которой столкнулись мы, что делать, если количество аудиторий, количество посетителей официального портала, официального форума, количество аудитории, которая присутствует в игре, достигает очень больших масштабов, что накладывает и заставляет нас расширять наш штат и расширять спектр той информации, которую мы хотим донести до людей. Модель работы с аудиторией компании Wargaming построена на таком очень глубоком вовлечении людей в околоигровой процесс, поскольку когда люди устают от проекта, они, как правило, уходят, если они не вовлечены в какие-то околоигровые активности, будь то конкурсы, оффлайн-встречи, какие-то турниры, автопробеги, вот та масса активности, которую мы проводим, они, как правило, уходят из проекта и не возвращаются. И наша задача на этом этапе как можно более тесно объединить, создать вот эти социальные связи между игроками, не внутри проекта, а даже за пределами этого проекта, что заставит их после того, как они каким-то, после прохождения определенного периода устанут, для того, чтобы они вернулись в наш проект и продолжили играть спустя какое-то время. Так вот, что делать в такой ситуации, когда онлайн на официальных форумах составляет 29 тысяч пользователей одновременных, количество уникальных посетителей официального портала превышает 15 миллионов в месяц, когда количество задействованных в оперировании проектом сотрудников, задействованных непосредственно в работе на данных ресурсах, превышает 500 человек. И возникают тут именно те проблемы, которые не возникают в мобильных командах. Вопросы координации, совместных усилий, проведения совместных активностей. И тоже важная характеристика, чем больше аудитория у проекта, тем больше недовольных пользователей, тем больше негативного фига мы получаем в конечном итоге. Это закономерный процесс, поскольку проект функционирует уже на протяжении продолжительного периода времени, и люди зачастую устают от каких-то элементов игровой механики, и у них формируются такие негативные взгляды, кто-то не согласен с путем развития проекта и так далее. И такой процент негативно настроенной аудитории, он всегда высокий. И на протяжении оставшегося времени я попытаюсь кратко рассказать еще более подробно о тех цифрах, о тех методах работы, которые мы используем, и к какому механизму мы прибегли для того, чтобы создать все-таки в этой большой команде мобильные группы, для того, чтобы эффективно работать с нашей аудиторией. Я кратко расскажу сейчас о портале. Это, как я уже говорил, 15 миллионов уникальных посещений в месяц. Опять-таки я говорил, что мы очень глубоко работаем с такими элементами социализации, около игрового вовлечения людей в проект. Поэтому это накладывает очень серьезный отпечаток, но на количество людей, количество этого контента, который мы публикуем на наших официальных порталах. Поскольку мы затрагиваем историческую тематику, пытаемся людей вовлечь и заинтересовать именно такими вопросами истории создания самолетов, танков и так далее. Исходя из этого, такой целый перечень активностей подразумевает большое количество публикаций, и в месяц выходит около 138 полноценных новостей без учета технических нотификаций и так далее. И чтобы обрисовать ту аудиторию, которая видит и смотрит на лицо нашего проекта, одна новость может быть прочтена от 100 тысяч до полутора миллионов игроками. Поэтому очень важно подходить качественно к формулированию тех тезисов, тех посылов, которые мы хотим донести до аудитории, для того, чтобы они в конечном итоге были удовлетворены и продолжали наслаждаться нашими проектами. В самолетах чуть более миллиона 700 уникальных посещений в месяц. Тоже цифра обусловлена тем, что проект недавно вышел в релиз, и аудитории чуть меньше. И новостей без учета технических 73 в месяц. Корабли, которые сейчас находятся на этапе альфа-тестирования, здесь аудитория еще чуть ниже, но это обусловлено стадией развития проекта. Официальные форумы, как мозг наших проектов, тоже обладают очень такими внушительными цифрами. За одну неделю оставляется 3700 сообщений новых тем. Здесь опечатка 15800 новых тем создается. Это тема абсолютно разного характера, как от людей, которые уже давно в проекте и хотят более глубоко узнать какую-то информацию о проекте, либо они вовлечены в какие-то околоигровые конкурсы, ивенты и так далее. Так и большое количество новичков. Очень наглядным является популярность тех разделов на форуме по показателю уникальных посещений. Это характеризует ту аудиторию, которая представлена на нашем форуме. Вопросы по игре, даже для тех, кто не посещал наш форум, это, грубо говоря, раздел для новичков. Это самый популярный раздел, самый посещаемый раздел на нашем официальном форуме. Это говорит о том, что игровая механика очень сложная, и нам очень важно отделу комьюнити, всем отделам, которые занимаются оперированием проекта, очень важно помочь, преодолеть, предоставить необходимую информацию для людей, для того, чтобы люди могли освоить игровую механику и продолжить ее более глубоко изучать, для того, чтобы у них не возникало таких блокирующих факторов, которые заставляли бы их уходить из проекта. Вторым разделом по популярности являются разговоры тут. Это, грубо говоря, флудилка такая, и это тоже характеризует тот элемент, насколько хорошо развиты социальные связи в таких больших экшн-проектах. Здесь просто происходит общение между людьми, объединение в какие-то группы по различным активностям. И эта цифра 258 тысяч уникальных просмотров в неделю хорошо характеризует наличие и количество таких связей. Ну и традиционно новости, как я уже говорил, новости, публикуемые на портале, являются нашим лицом и привлекают огромное внимание аудитории, которая играет в наши проекты. Ну и такие цифры, которые позволят оценить ту работу, которую необходимо выполнять, отделу комьюнити по работе с аудиторией, по предоставлению какой-то информации, по внесению какой-то дополнительной информации. Максимальное количество пользователей в одной теме составляло в пике 9843 пользователей. И максимальный онлайн на форуме составлял 29 824 пользователей, одновременно находящихся на форуме. И такая цифра была достигнута в момент выхода обновлений. И это говорит о том, насколько обновления являются интересным для людей элементом, и насколько много внимания они привлекают. Социальные сети, как я уже говорил, это такой элемент, который позволяет очень быстро, мобильно достучаться до людей и мобилизовать их либо на проведение какой-то активности, либо быстро донести до них какую-то информацию. Это очень удобно, когда мы планируем какие-то онлайн-трансляции с участием разработчиков, в том числе такие элементы интерактива. По цифрам, основной на постсоветском пространстве является социальная сеть ВКонтакте, и официальная группа World of Tanks достигает практически полутора миллионов подписчиков. Это очень хорошие цифры, ну и остальные цифры, я не буду на них застрять внимание, есть на этом слайде. Так далее, очень важным элементом, которым мы преследуем цель более глубокое вовлечение людей в такие околоигровые активности и формирование вот этих социальных связей не только внутри проекта, но и за пределами этих проектов, это проведение онлайн-оффлайн-встреч. Очень с большим интересом происходят наши встречи. Мы посетили за прошедшие 6 месяцев 25 городов России, Украины и Беларуси. Это помогает нам, такой большой нашей аудитории, поближе познакомиться с представителями компаний, которые разрабатывают их любимый проект, и, грубо говоря, сформировать вот это лояльное отношение к нашему проекту, для того, чтобы эти клиенты, эти пользователи, которые являются нашими клиентами, могли чувствовать такую определенную дополнительную связь с нами, и для того, чтобы они могли задать какие-то вопросы, которые их интересуют, и в целом принять участие в таком мероприятии. За последние 6 месяцев мы провели, как я уже говорил, посетили 25 городов, и общее количество участников составило около 25 тысяч человек. И без учета нашей ежегодной активности Дня танкиста на линии Сталина, который собирает 8 тысяч человек в среднем уже третий год подряд. Ну и опять-таки, ярким примером такой околоигровой активности я сознательно добавил вот эту картинку с Жигули и большой будкой сверху башней танка. Это те атрибуты, которые преследуют нас постоянно на этих встречах, люди объединяются там внутри каких-то сообществ, кланов и так далее, и постоянно генерируют какой-то интересный контент, который точно так же выполняет такой вирусный определенный эффект. Мы через вот такие встречи создаем контент, который в последующем привлекает внимание людей на таких... привлекает внимание людей к нашему проекту и привлекает новых пользователей. Ярким примером является проведение конкурса «Танковик-2012-2013», когда люди просто лепят из снега танки. И работы были действительно настолько качественные, люди объединялись, взрослые люди объединялись и делали такие работы, которые позволяли нам без специальных усилий попадать практически на все новостные ресурсы, которые позволяли нам привлекать опять-таки новую аудиторию и популяризировать наш проект. Вот это короткая характеристика того, на каких площадках мы работаем и какие методы мы используем. И я сейчас подойду к той работе, к тем механизмам, которые мы используем в рамках очень большой команды и когда мы работаем с большой танковой аудиторией. Я опять-таки говорил, что у нас возникли в определенный момент развития компании проблемы в координации своих усилий, координации и проведению совместных ивентов и мероприятий. И мы пришли к выводу, что пока проектов становится и будет становиться все больше, нам необходимо более глубоко прорабатывать определенные моменты, именно координируя свои усилия. Поэтому мы пришли к выводу, что очень важна такая проактивная работа по сопровождению активности и тех моментов, которые происходят в игровом проекте. И мы начали формировать как по проектам проектные команды, так и по конкретным активностям, конкретным ивентам, конкретным важным моментам в развитии проекта. В ходе формирования и проведения таких митингов с этими проектными командами мы обсуждали абсолютно разные аспекты, которые касаются всех подразделений и компаний, которые помогут нам провести максимально эффективно, максимально интересно наши активности, сделать наш продукт, предоставить наш продукт в таком хорошем ключе. И очень важным моментом является, я говорил уже в начале доклада, то, что чем больше аудитории у проекта появляется, тем больше негативно настроенной аудитории точно так же появляется. Поэтому очень важно, учитывая те цифры, которые я озвучивал на официальном форуме, 29 тысяч одновременно находящихся людей, очень сложно достучаться до каждого. Поэтому необходимо очень четко формулировать те посылы в аудиторию, которые помогут нам сформировать вот это лояльное и правильное понимание того, что мы хотим сделать и понимание тех моментов, которые мы хотим донести. Поэтому очень важно в рамках таких проектных команд формулировать конечную цель, до чего мы все это делаем и какие основные мысли мы должны донести. Эти мысли затем использовать и в подготовке контента, подготовке видеоматериалов, и в работе комьюнити менеджеров на официальных форумах, в соцсетях и так далее. Очень важно работать с этой негативно настроенной аудиторией, поскольку они являются первыми кандидатами на то, чтобы покинуть наш проект. Поэтому очень важно заранее продумать и быть в курсе той ситуации, которая складывается вокруг проекта, и понимать, с какими потенциальными проблемами ты можешь столкнуться в ходе выхода обновления, проведения каких-то новогодних активностей, в ходе мотивации людей для того, чтобы проголосовать за проект в Golden Joystick и так далее. И очень важно формулировать такие тезисы и контраргументы, что на самом деле мы хотим преподнести игрокам. Да, я заканчиваю уже. И это планирование таких мероприятий различных подразделений, ну и дальше уже по списку, по тому механизму, который мы используем. Это подготовка материалов, выход этих материалов и работа всех подразделений по его сопровождению, и потом подведение итогов, формулирование выводов на будущее. Я могу рассказать на примере голосования Golden Joystick. В прошлом году проект World of Tanks номинировался на одну из номинаций в этой игровой премии, и количество негативно настроенной аудитории было значительно меньше. Сейчас, в этом году мы повторно, в прошлом году мы победили, в этом году мы повторно номинировались на эту же номинацию. И очень важный момент, нет необходимости концентрироваться на работе только с негативно настроенной аудиторией. В этом году мы увидели определенный такой негативный фидбэк, когда мы начали мотивировать людей за то, чтобы они за нас проголосовали. Но на протяжении всего этого года мы не концентрировались на работе только с этой аудиторией, предоставляли абсолютно всем людям возможность объединиться, возможность получить какую-то информацию. Мы работали очень плотно с новичками, и в конечном итоге мы получили тот эффект, тот момент, который нам дали негативный фидбэк, однако все равно второй год подряд проект World of Tanks победил в голосовании по Golden Joystick. Это говорит о том, что очень важно строить работу параллельную абсолютно со всей аудиторией. Вот, в принципе, все, я готов к вопросам. Да, у нас пару минут буквально на вопросы. Замечательно. Да, первый вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Подскажите, дайте совет, как решать проблемы с элитизмом игрового комьюнити. Объясню, в чем... Я понял, я понял вопрос. Ну, сейчас, секунду. Очень повышается порог вхождения, когда не негативно настроенные игроки, а игроки-лоэлисты сталкиваются с новыми игроками и, конечно же, порождают у новых игроков только негатив от игры, потому что это и оскорбление, оскорбительные заявления, действия. Ну, им не хочется играть с нубами, и они всячески им препятствуют игре. Они не являются советчиками в таком случае, не являются помощниками, а являются в погоне за своими там какими-то медалями. Как с этим бороться? Я понял. Первоначально базовым моментом является преодоление вот такого элитизма. Это предоставление большого количества обучающей информации, которая позволит вот этот разрыв между аудиторией начинающей и уже давно находящейся в проекте как можно быстрее сократить для того, чтобы этот разрыв и тех моментов соприкосновения, которые вызывают такую бурную реакцию во взаимодействии между этими группами, ну, свести к минимуму. И второй очень важный момент – это работа именно с группами людей, которые действительно в работе комьюнити-менеджера очень важно даже при общении на официальных каких-то ресурсах не допускать вот такого элитизма. Эти вопросы просто необходимо очень внимательно к ним подходить и перераспределять фокус, перераспределять внимание разработчиков, комьюнити-менеджеров с той группой, которая уже стала элитной, на другие группы не допускать в принципе такой ситуации и делать в принципе такую внутреннюю конкуренцию на таких ресурсах за возможность быть ближе к представителям компании. Мы такие механизмы довольно эффективно используем и мы стараемся не допускать в принципе таких ситуаций и развивать параллельные группы людей, которые являются такими экспертами в своей области, в области игровой механики, в области творчества, генерирования какого-то контента, создания модификаций для проекта. Однако очень внимательно относимся к нашим связям, поскольку в глазах новичков, если представитель компании поддерживает какую-то группу либо какого-то пользователя, он является элитой. Поэтому мы стараемся просто перераспределять фокусы и развивать вот эти группы параллельные, для того чтобы такую элиту не формировать. Здравствуйте, я хотела спросить... Простите, простите, к сожалению, у нас не осталось времени на вопросы, если... Один, пожалуйста. Нет, нет, не успеем, просто не успеем подготовиться к следующему докладу. Если у вас остались вопросы к Юрию, они остались, наверняка попробуйте выцепить его после доклада. Да, я с удовольствием отвечу и побеседую. Поблагодарим Юрия. АПЛОДИСМЕНТЫ